Одна из известных проблем России, которая никак не может решиться, дороги. А если быть точнее, либо их отсутствие, либо наличие ям, неровностей и прочих бед, мешающих транспорту беспрепятственно двигаться в нужном направлении. И такая картина творится практически повсеместно. Артемовский не исключение. Местным дорогам услышать свой адрес хвалебной дифферамбы наверняка доведется не скоро. Однако кое-какие подвижки в вопросе ремонта дорожного покрытия уже ведутся. Содержание уличной дорожной сети, вы как уже знаете, выиграло Шаленское строительное управление. Сейчас перезаключен договор субподряда и работы выполняет у нас ООО «Агростроя». В лице директора Арсенова Денина Степановича. Значит, какие работы у них на сегодняшний день отставаниями идут? Это дорожная разметка, очистка куветов, бордюр. Это то, что сейчас выполняют. И ямочный ремонт. Но я думаю, они этим месяцем до конца уже отставания своей нагонят. И те работы, которые были запланированы уже на июль месяц, они выполняют. По ямочному ремонту, значит, они успели часть работ выполнить по Кировке. И вот сейчас пригородное Полярников западному мы умышленно не делаем, потому что уже объявлен аукцион. И работы по покрытию, дорожного покрытия, значит, будут выполняться в августе месяце. Целиком от переезда до улицы Чернышева. Почему задержка в ямочном ремонте на океане? Здесь отсутствие асфальта. Работают два завода. Это Реж и Алапаевский. На сегодняшний день асфальт вывозится с Алапаевской. Там было очень много рекаментов. Возвольте звонили, водители звонили. В той трассе как-то это нельзя было сначала узнать, есть ли асфальт, нет, потом копать я. Ну, потому что периодически договоры ведутся с утра. Как обычно, у нас в очередь стоят на асфальтовом заводе. Значит, есть добро приезжать, они приезжают, а на самом деле нет. Поэтому и получились срывы такие. Тут понятно, что хотя бы одну полосу оставили, а то как-то сделали, что вообще не объезжают. Ну, потому что договор был сначала полностью выполнен. Поэтому они объемом работ брались, но из-за отсутствия асфальта получились такие срывы. Когда-то поправили все дело? Ну, сейчас вроде поправилось, вот сегодняшний день уже. Вполне возможно, что в Артемовском одним только ямочным ремонтом дело не ограничится. По дорогам, значит, сейчас объявляли конкурс на проектно-изыскательские работы, плюс проектно-сметные документации. Это на 12-й год. Это у нас улица Станционная по городу Артемовский, Челюскинцев по Булнашу, Покровская, Красногвардейский, Шогеринская, Низевай, Лебедкино. Это ремонт асфальтового покрытия? Да, ремонт асфальтового покрытия. Станционная? Станционная. 2,9 километра. Говорили, что очень будет меняться много трасс по городу. И как это сейчас ремонт? Прямо там сделать, он все приправит или не затрагивает? Ну, этот вопрос пока к нам не поступало, что, допустим, какие-то ремонты теплотрасс будут проводиться, они будут проводиться в любом случае с разрешением и согласованием с нами, вплоть до того, что будем заключать договоры на восстановление. Если в смете не будет предоставления этой документации, проектно-сметное на восстановление, значит, работы не будем разрешать. По словам Юрия Сменина, ожидается и ремонт моста в Паршино. Да, проект готов. Вот сейчас будем проходить экспертизу, ведем работы по этому вопросу. Цена вопроса 3,5 миллиона. Ремонт Паршинского моста будет на следующий год. Железы готовы? Железы готовы. Еще одна проблема, которая из года в год несет за собой массу других – многолетние тополя. При каждом чуть более сильном порыве ветра готовы рухнуть, если не на голову людей, то на дома, проезжей части и провода электропередач. 300 опасных деревьев, их надо убирать. И вот сейчас объявляется будет котировка на уборку вот этих деревьев. Ну, в первую очередь, конечно, пойдем по желанию школ. Это где учащиеся 6-я, 12-я, 10-я школы, где уже перероски такие, что возникает опасность падения деревьев именно на детей. В детских садах тоже? Тоже. Ну, мы все не можем охватить. Те средства, которые в размере 200 тысяч были, запланированы на этот год, они уже с расходом. А сколько стоит тополь? В пределах 5 тысяч. Это чтобы нанять кран, вышку, плюс работу с утилизацией. Несмотря на то, что пока не ясно, пригодна ли для купания вода в Бобровке, но в ближайшее время будут начаты работы по обустройству городского пляжа. Были средства предусмотрены на содержание мест летнего отдыха. То есть, вот сейчас приступили к работе по городскому пляжу. То есть, хотя бы минимальное условие для того, чтобы можно было купаться, значит, очистить, окосить его, раздевалку привести в порядок и сделать сход в воду. Вот эти работы тоже на этой неделе, наверное, будут уже выполнены. Вот и основная работа сейчас развертывается. Это подготовка к зиме, содержание уличной дорожной сети в зимний период. Наша хотелка здесь захватить уже и период января-февраля месяца, уже 12-го года. Ну, пока сложно это выполнить, но мы стараемся это дело сделать. И те сэкономленные средства, которые выиграны от конкурсов и аукционов, они все пойдут на зимнее содержание. То есть, мы этим моментом предусматриваем то, что, не дожидаясь бюджета, мы уже планируем работы января, февраля и марта месяца. Что касаемо еще одного развлечения летних кафе, то, по словам Юрия Сменина, по их организации в жилком строй никто не обращался. И, скорее всего, этим летом на территории Артемовского они функционировать не будут.